Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на курсах. Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на курсах. Преподобный Фёдор Студит и последующая роль студийского монастыря в жизни Византии и многое другое. Со вниманием слушаем отца Владислава. Отец Владислав, вам слово. Иконоборческая ересь восходит к началу девятого столетия. Она появилась неожиданным образом, хотя по существу своему, по своему богословскому содержанию. И ересь эта, и споры вокруг неё, и богословие, почитание икон имеют органическую связь с христологической темой. Так что задним числом мы видим, что Седьмой Вселенский собор, который иконоборческую ересь отверг, сформулировал догматический орос о почитании икон, явился своего рода продолжением четырёх предыдущих соборов христологических по своей главной теме, начиная с третьего вселенского. Но тогда это не так ощущалось. Воспринималась ситуация иначе, что это спор не из области высокого богословия, а из практики, из реальной церковной жизни. И с этим ещё одна особенность связана. Споры богословские и христологические для адекватного понимания их сути, разных контроверс, которых вокруг христологической темы выстраивались, так же, как тринитарная тема двух первых вселенских соборов, требовали основательного богословского образования. Это не значит школьного богословского образования, но начитанности богословской литературе, патристики, хорошего понимания библейских текстов и умения их интерпретировать в свете догматов. А тема иконопочитания, иконоборчества, она, конечно, на своём таком поверхностном уровне, она была всем понятна. Вопрос ставился ребром. Нужно писать иконы? Можно писать иконы? Если их писать нужно и можно, то надо ли им поклоняться, почитать их или всего лишь разглядывать? Вот как ставились эти темы, эти вопросы, связанные с почитанием икон тогда. Но, может быть, чтобы лучше понять характер этих споров, как они возникли, и мотивы иконоборцев, стоит хотя бы немного сказать о самом иконопочитании в церкви. Конечно, такого почитания икон, какое мы знаем сегодня, какое существовало в Византии после Седьмого Вселенского Собора в ранней древней церкви не было. Почитался крест Господень, почитался нерукотворный образ Спасителя, и, очевидно, существовали его списки. Кроме того, из времен гонений на христиан мы знаем по катакомбам, где тогда часто или даже обыкновенно молились христиане, какие употреблялись изображения. Эти изображения носили, я вот сказал изображения, но они не носили изобразительного характера, а скорее символический, может быть, даже схематический характер. Например, может быть, я так думаю, кто-нибудь из вас бывал в Риме и, бывая в Риме, посещал катакомбы. Ну, если нет, то, может быть, видели в альбомах, каких-то других книгах изображения настенных рисунков в катакомбах. Очень постоянный мотив – это рыба, изображение рыбы. Это символическое изображение, причем такое многослойное. По-гречески рыба – ихфис. До сих пор вы знаете слово, наверное, ихтеология. Те и фе – это одна буква, просто со своими разными историями. Ихтеология существует. Так что ихфис, ихтис – это рыба. Но это же слово представляет своего рода аббревиатуру. Иисус Христос – Божий Сын Спаситель. Первые буквы вот этих слов – ихфис. Ну, за этим, конечно, другие символы – рыбы, молчащие, что нас наводит на мысль о мистериальном характере христианского богослужения. Слово «таинство» – это же тайна. Вот. Мы, когда молимся перед причастием, произносим слова «Небо врагом твоим тайну повем, не лоб заняти там, як иуда». Рыба молчащая более всех других живых существ, которые разные звуки издают, способна хранить тайну. Ну, и, наверное, и еще некоторый символ из этого можно вывести. Птица-феникс – такая птица не из реальной зоологии, но из мифологии древней, с которой связано предание о том, как она возрождается, как символ воскресения мы там находим. Виноградная лоза с понятным символическим значением из самого Евангелия подчерпнутым. Голубь издревле символически представляющий Дух Святой. Но здесь уже есть нечто и помимо символизма, потому что именно в таком образе Дух Святой явился при крещении Спасителя. Так был виден. Вот. А вот что касается изобразительных тем, то, пожалуй, тоже они случались. Например, ковчег. Но я не ковчег, ковчег в собственном смысле слова нет, это слишком сложно. Нет, нет. Ладья, как бы некий ковчег, который является и прообразом-образом ковчега спасения, но это и образ Церкви Христовой. Иногда в ней представлен Спаситель и Апостолы. Очень постоянно повторяющийся мотив, но это уже как раз изображение, скульптурное, причем нередко, иногда нарисованное или живописное. Это добрый пастырь. Такой добрый пастырь, когда на плечах агнец или овца, та, что заблудилась в горах, горохищная по-славянски овца, на плечах пастыря. Этот образ известен был римской мифологией, но он был переосмыслен применительно Господу Иисусу Христу. А сам по себе он еще не выдавал присутствие его нахождения здесь христиан, и они собирались для молитвы. А христиане были преследуемы. Это была норма их жизни во все времена до издания Эдикта Константина. Ну, а затем выросла и хорошо нам известная иконопись и почитание икон. Иконы писали, икон писалось все больше и больше. Они уже не только, это уже, конечно, во времена, когда церковь обрела свободу, они не только присутствовали в храмах, где совершалось богослужение, но и в частных домах, как это и сегодня бывает. И вот такое распространение икон, их употребление, их почитание вызвало вдруг и как будто бы неожиданно жесткий отпор. Но если посмотреть, откуда этот шел отпор, то станет очевидно, что предположение, что здесь была некая богословская, церковная логика, религиозная логика, недостаточно убедительной. Ну, когда на этой логике настаивают, и, так сказать, видят имманентно-церковные причины возникновения иконоборчества, то на что указывают? На сторонние влияния. Ну, на то влияние, с которым церковь имела дело с самого начала своего существования, иудейское влияние, с запретом каких бы то ни было изображений. Хотя в реальной жизни иудейских общин этот запрет тоже не носило в абсолютный характер. Хорошо известна синагога в городе Дура Европос, который известен через археологические раскопки. И там сюжеты из Ветхого Завета присутствуют в виде фресок. Они известны, они сохранились. Но всё же понятно, иудейская община была нетерпима к изображениям. Понятно, что так прочитывали евреи Ветхий Завет, так прочитывали заповеди, которые Господь дал на Синайской горе, не сотвори себе кумиры и всякого подобия. И эта интерпретация, конечно, что-то значила и для христианского церковного сознания. То есть христиане могли на этот запрет откликаться. Мы знаем это и до сих пор. В разных сектанских общинах, да даже умеренно сектанских, вроде баптистов, там ведь исключаются изображения священные. Так что это есть. Но нельзя сказать, чтобы вот отсюда шла волна иконоборчества. Ну, а во времена, когда эта ересь возникла, то церковь столкнулась с еще одной религией, нетерпимой по отношению к всякого рода изображениям. Это ислам, который жестко воспрещает не только священные изображения, не только изображения человека, но даже изображения каких бы то ни было живых существ, укоряя всякого художника в том, что он создает своей кистью некое чудовище, потому что вот нарисовать-то он нарисовал, а душу-то он не вложил. И что же получается за существо такое? Вот оно есть, а оно урод, выродок какой-то, потому что бездушное существо, а похоже на коня, похоже на осла, или все на кого-нибудь похоже, или даже на человека. Вот. Хотя и тут, тут тоже нет ничего такого абсолютно строго запретного. Я помню, недавно я был в Бахчисарае, ханский дворец, знаете, да? И вот там экскурсовод, видимо, мусульманка, ну так, похоже, что мусульманка, ну и она как-то так очень выразительно, убедительно говорит о запрете всякого рода изображений в исламе. Вот. А я говорю, а посмотрите на стене, что у вас? А там гравюры, графические изображения, явно исламские, и изображения, рисунки. А это говорит из Персии. Ну да, хорошо известны персидские миниатюры. Ну да, наверное, в шиизме как-то более к этому снисходительное отношение, по крайней мере, в какие-то времена было. Вот. Так что и тут нет абсолютно запрета. Ну вот одна из идей, что это оттуда идет, со стороны, и что эта аргументация иудейская, исламская, она оказалась, ну, убедительной для каких-то христианских богословов. Но в действительности все-таки дело обстоит не так. Более верно представлять себе ситуацию иным образом. Вот это гонение на иконы, истребление икон сопровождалось таким еще очень характерным и важным обстоятельством, что самыми усердными, ревностными, готовыми к самопожертвованию защитниками икон были по преимуществу монахи. И монахи же подвергались гонениям. И это гонение против монахов не ограничивалось только преследование монахов иконопочитателей, а сопровождалось закрытием монастырей вообще. А однажды, я пока еще не называл имена императоров, но при императоре Константине Капрониме велено было монахам многих константинопольских монастырей, женских и мужских, собраться вместе и под угрозой ссылки, опалы пожениться одних с другими. И тут уже никак не ставилось в тесную связь с почитанием икон или непочитанием икон. Здесь такое монахоборчество шло рука об руку как самостоятельная цель политики, политики, государственной политики. Таким образом, корни вот этого иконоборчества, они все-таки произрастают из политики императорского правительства. И тогда вспомним, кто был императорами при начале иконоборчества. Это началось все при императоре Льве Исавре. Его прозвище Исавр связано с национальностью, которой он принадлежал. Такая очень воинственная национальность. Очень много в византийской армии было офицеров, солдат, генералов Исавров, были императоры, например, Зенон император в эпоху иную в пятом веке, значит, за 300 лет, до 250 лет до Льва Исавра. Это вот такой был горный народ, когда-то разбойничий, очень воинственный. Такие настоящие солдаты-воины. И Римская империя, ну, собственно, вы, наверное, это уже хорошо усвоили, что империя историками называется, ну, не только историками, вот, просто в наше время ее принято называть византийской, но она не была византийской по самому названию, она никак иначе себя как римской не называла, но только римская на греческом языке, а язык-то был уже греческий, это получается ромейская, ну, приблизительно ромейская. Так вот, в этой римской или ромейской империи, когда угасла династия Иераклидов, это VII век, смутные были времена, три, кажется, императора сменились после Юстиниана II с прозвищем Ринатмет, ему, когда свергли его с престола, нос ему отрезали, предполагали, что в таком виде императором уж никак быть невозможно. Но он таки сумел отвоевать себе свой трон, вернулся, ну и, конечно, хорошо расправился с теми, кто его в свое время свергал с престола, и кто еще к тому времени оставался жив и цел. А вот после его вторичного свержения и убийства несколько императоров сменили друг друга, и империя терпела поражение в непрестанных войнах в разных участках границы с исламским халифатом. А вот Лев и Савр сумели организовать оборону и контрнаступление. Империя имела успехи. Для этого нужно было мобилизовать все существующие в империи ресурсы. И при такой политике мобилизации всего и вся на нужды военной, на нужды обороны, его внимание простерлось и на монастыри. Не столько, конечно, на то, чтобы монахов привлечь к воинской службе, хотя, конечно, были там среди монахов вполне не старые еще люди и физически крепкие, они случались. Но это все-таки не в этом было дело, а в обширных земельных владениях монастырей, которые обладали иммунитетом, доходы от которых шли на содержание монастырей, но этими доходами могла попользоваться государственная казна для вооружения, для найма воинов, снаряжения, оружия, ну, понятные тут расходы. И вот это, пожалуй, и было главным мотивом той религиозной политики, которую затеяли императоры иконоборцы. А что параллельно с натиском на монастыри был натиск и на иконы, ну, тут, конечно, видимо, и нет никаких особенных причин, кроме их личных пристрастий. Я имею в виду императора, потому что вслед за Львом и Савром правил его сын Константин Капрани. Ну, я говорил о разных возможных причинах, можно как-то по-другому расставить по иерархии, по важности иерархию этих разных причин, но вот они имели место. И как это бывало и в другие времена, среди епископов нашлись такие церковные деятели, которых у нас на Руси называли потаковниками, то есть готовые угождать любому волеизъявлению высшей верховной власти, которые это поддержали. может быть, не исключается, что кто-то и по богословским своим идеям. Такая нетерпимость, как она встречалась и раньше, как явление совершенно такое спорадическое и вполне личное, но не было такой волны. Но вот, скажем, святой Епифаний Кипрский как-то обнаружил свое опасение тем, что так распространено почитание икон, потому что ему казалось, что это все-таки рискованно в отношении в падении выдало поклонство. Может быть, в каких-то общинах это было и рискованно, но бывало это. Поэтому нельзя исключать, что какие-то епископы, какие-то священники, которые это поддержали, имели на то свои, как им представлялись аргументы веские, богословские. Но в целом это все-таки была политика угождения инициативам верховного правителя императора. Вот. И, как я уже сказал, особенно ревностно выступили в защиту почитания икон монахи. но также и народ константинопольский. И мы увидим вот в дальнейшем развитии этой, всей этой истории иконоборчества такую своеобразную закономерность. Тут имел значение и этнический фактор. Вот природные греки особенным образом были привержены почитанию икон. В отличие от выходцев из других восточных народов, которые и жили в империи и входили в круг ее высшего круга, в круг элиты. Там было много армян, много сирийцев, уже были германцы, и славяне уже там были, и западные латинини, и германцы. Все было. Это была такая империя очень полиэтничная, но господ стал греческий язык. А вот природные греки, вот жители Константинополя, жители коренной Эллады, там обнаруживалась гораздо большая приверженность почитания икон. Те, кто с этим боролся и подавлял, те обвиняли подобную приверженность к иконам. А это древнее язычество греческое, это эллинизм, это вот они привыкли почитать всяких богов и скульптуры, идолы богов, вот они теперь обожествляют святых, рисуют их, и им кланяются, их почитают. Что иногда это почитание икон шло через край, это правда. Оно не выливалось, конечно, кроме каких-то совсем случаев экзотических, прямой идолопоклонств, это неправда, не обожествляли ни иконы, ни святых, которые изображались на иконах, если это были иконы не Христа Спасителя, но порой это почитание шло через край. Например, почиталось само вещество, сама краска некоторыми. Это было, конечно, проявлением суеверия. Даже бывало и так, что краску счищали немножко, и это уже, значит, и священники были не чужды подобного суеверия. и в святые дары опускали для усугубления святыни. Ну и какие-то другие были проявления такого неадекватного почитания. Но, тем не менее, это эксцессы, но это не значит, что упрёки иконопочитателей в том, что они не изжили древнее язычество, которому привержены были их предки, это всё-таки неадекватные укоры. Как развивались события? Вот с чего началось, на самом буре началось, когда император Лев Исавр повелел снять образ Христа Спасителя с халко-пратийских ворот, то толпа собралась, в основном женщины это были, и дальше произошло вот что, то ли случилось просто, что исполнители императорского приказа, один, по крайней мере, из них, упал и разбился насмерть, то ли, может быть, и не лишены были основания обвинения, которые затем были предъявлены виновным или мнимо виновным, что ему помогли упасть с лестницы. Но вот это случилось, после чего несколько лиц, которые вот там находились, были арестованы и приговорены к смерти. Это, по-моему, были в основном или исключительно женщины. Вот они явились первыми мучениками от иконоборцев убиенными. Вот это еще была особенность в гонениях со стороны императоров иконоборцев. Когда прежние ереси тринитарные, христологические возникали, и когда императорская власть становилась на сторону ересей, то бывали случаи казни, сопряженных скалечения, ну, самый, наверное, яркий случай и такой это расправа над преподобным Максимом исповедником, которому отрубили, если я правильно вспоминаю, кисть руки и урезали язык. Вот, но смертных приговоров не выносили против защитников православия, чьи убеждения, чья проповедь расходилась с тем или иным в прошлом еретическим учением, поддерживаемым императорами. А здесь с самого начала и до конца вот этой бури, связанной с иконоборческой ересью, смертные казни происходили. Не то, чтобы всех и вся этого не было, как христиан казнили в языческие времена, но многие иконопочитатели подверглись смертным казням. Ну, и за этим последовало уничтожение икон, уничтожение мозаичных изображений в церквах, замазывание фресок. Многие чудотворные иконы древние, они сохранились от той эпохи. И по преданию церковному сохранились, обретены были чудесным образом. Но вообще число и храмовых церковных изображений священных, и икон отдельных немного, относительно невелико. Все-таки иконоборческая буря уничтожила много, много, много их определенно значительно большую часть. Если я правильно помню, ничего не осталось от доиконоборческой, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, где-то какие-то изображения. вот, скажем, на стенах Софийского собора в Константинополе во времена ислама что-то, конечно, в основном сбили, что к тому времени там существовало, что-то покрыли штукатуркой, но 20-е, 30-е и 50-е годы было многое открыто, но нет там или, по крайней мере, заметных изображений, которые бы восходили ко временам доиконоборческих. Правда, надо иметь в виду, эти изображения первые возникли все-таки не в самом начале, потому что изначально храм Святой Софии тоже не имел изображений, там был крест под куполом, ну и орнамент. Да, вот император Лев Исаур распорядился заменять орнаментом украшения церквей. В некоторых церквах тогда изображения делались посторонние, хотя это храм, а изображения совершенно, ну сейчас бы сказали, наверное, светские, может быть, это адекватные названия, то есть сцена охоты, например, просто нечто постороннее. Такое, к этому тоже прибегали, но по большей части, как в мечетях, орнамент, орнамент заменял прежние священные изображения. патриарх Герман, который выступил против иконоборчества, был низложен, подвергся опале, вот, затем там был патриарх Анастасий, который тоже не был приверженцем иконоборчества, но и не обнаруживал мужества и стойкости, так что его и нельзя считать ревнителем иконопочитания. От него тоже избавились. Ну, собственно говоря, как избавились? Его просто стали игнорировать, не прямо не излагая с престола, и в конце концов он потерял всякое влияние, всякую власть, он умер. А вот когда он умер, это уже было при императоре Константиняко про ними, то в 754 году созван был собор, который назвал себя седьмым вселенским. Вот это и был иконоборческий геретический собор, на котором сформулированы были богословские, ну, скажем, мнимо-богословские основания ереси этой иконоборчества. А в чем они заключались? Конечно, имели место ссылки на ветхозаветные запреты всяческих изображений, ну, а затем такая логика христологического характера. Она отразилась в самом Моросе вот этого иритического собора 754 года. Что ставился вопрос при изображении Господа Господа Иисуса Христа изображает икона, образ. Если эта икона изображает его человеческую природу, то иконописец и почитающий эту икону тем самым оказываются нестарианцами, поскольку они отделяют человечество Христа от его божества. Если же они таким образом изображают его божественную природу, вот мы видим перед собой икону Рублевскую, знаете, знаменный, сейчас вспомню, Звенигородский чин из Звенигорода это икона, ну, она сейчас в Третьяковке, ну, это понятно, это ее список. Так вот, если же божество то это совершенно кощунственно, потому что божество неописуемо. Таким образом, ересь антропоморфизма, представление Бога описуемым, изображаемым, в то время, как Бог по природе своей не имеет никаких ограничений, форм, не веществен, не материален и так далее. Ну, что, конечно, верно. Вот, если же это изображение Бога человечества Иисуса Христа, вот так, вот в одном образе, то утверждалось, это уже будет монофизитская ересь, потому что таким образом происходит слияние божественной человеческой природе во Христе, отвергаемой Орусом Халкидонского собора. Ну, там еще и орианскую ересь иконопочитателям вменялось, ну, и еще набор разных ересей уже к одному заодно. Ну, а дальше, конечно, оставался вопрос. Ну, допустим, богословски трудно обосновать, хотя это не так. Образ икону Христа, но почему не изображать Божью Матерь, почему не изображать святых, чтимых в Церкви? Ответ был на это такой, если нельзя изображать Христа, то зачем еще и изображать святых и Божью Матерь? Это совершенно лишнее. Ну, и, конечно, обвинение в эллинизме, то есть, в том, что это древняя языческая традиция. Это вот рецидив древнего паганизма, древнего язычества, который когда-то был верой язычников греков. Вот в ту пору защитником православного иконопочитания выступил святой Иоанн Дамаскин. Его прозвище Дамаскин, конечно, связано с городом Дамаском. Он оттуда родом. Трудно сказать, был ли он по происхождению сирийцем или греком, но он был человек греческого языка и греческой культуры. И писал он по-гречески. При этом отец его был вельможей при эмире в Дамаске. То есть он принадлежал к элите в границах халифата. Другое дело, что на службе халифата эмиров мусульманских были и христиане. Это продолжалось и в Османской империи тоже. И у него было имя, судя потому, что у него еще кроме Ян было имя Мансур, есть основания предполагать, что может быть он имел сирийское или даже арабское происхождение. Но во всяком случае он был человек греческого языка, знал или не знал при этом он сирийский, арабский, скорее всего знал, конечно. Но и писал он только по-гречески. Многие годы он провел в лавре святого Саввы Освященного. Вот некоторые из вас вообще там не могли быть, другие могли быть, но не знаю, побывал ли кто-нибудь. Дело в том, что в этот монастырь женщин не пускают. И там его келья. Она поражает своими миниатюрными размерами. То есть пребывать в этой келье это аскетический подвиг уже сам по себе. Ну, может быть, он мог там встать во весь рост, но вот так вот средневзятый современный человек там не может встать во весь рост и повернуться там практически негде. Кровать, столик, все это из камня и все. Больше ничего. Низкая крыша. Вот там он многие годы провел, но был и в юности в доме вельможи высокопоставленного. И вот он написал несколько защитительных слов об иконе. Он не был под рукой у императоров. Для императоров он был недостижим, потому что он за пределами империи находился. Он находился в мусульманском государстве, поэтому мог там писать то, что он писал. Вот и ну я не буду так уж все, что о нем знаю вам говорить, но напоминаю, что он автор замечательных церковных служб, которые до сих пор в употреблении. И пасхальный канон, и то, что читается, поется при погребении, это его сочинение и много других сочинений. Точное изложение православной веры, такой фундаментальный богословский догматический труд, в котором подытожено патриистическое наследие церкви. Но вот и еще его замечательные полемические статьи в защиту иконопочитания. Какова его логика? Он вот что пишет, что икона Господа Иисуса Христа таким узлом богословских споров были не иконы святых, потому что иконы изображения образ Спасителя, потому что когда решался вопрос положительным образом о правомерности писать образ Христа и, значит, его почитать, его почитать, ему поклоняться, то не возникало никаких затруднений в том, чтобы считать позволительным и достойным и нормой писания икон Божьей Матери и святых. Так вот, об иконе Христа он писал, что, как и всякий образ, он, этот образ, не является изображением природы. Если взять человеческий образ, ну, в ту пору не существовало фотографии, образ мог быть только скульптурным или картинным, ну вот, то что изображается? Телесная природа человека и только она. Нет, не телесная, только природа, потому что человек представлен, бывает, в своем изображении одухотворенном, наделенном душой. Мы когда видим фотографии, мы понимаем, что это не просто вот мышцы, кожа, волосы, ткани человеческого тела, но это человек, наделенный душой. одухотворенный человек. Но и не изображается душа, душевная только, духовная природа человека, а изображается его лик, его личность, его ипостась. Так точно и иконы Христа не представляют отдельно человеческую природу Христа и не представляют отдельно его божественную природу, которая в самом деле неописуема, неизобразима, но представляет ипостась, лик, личность Господа Иисуса Христа. Вот здесь он блестящим образом софизм, выраженный в оросе иконоборческого собора 1854 года опровергает. Я, впрочем, не уверен, что он дожил до этого собора, но до собора эта аргументация вновь и вновь повторялась иконоборцами. Вот. А относительно того, что если, как я вам уже говорил, если это изображение человека Христа, то это нестарианство, если это изображение божества Христа, то это абсурдно невозможно, а если это изображение и Бога, и божественной человеческой природы сразу, то происходит слияние, что является монофизитской ересью. А он напомнил настоящее учение Халкидонского собора. Две природы самостоятельные, реальные, в полноте своей, божественные, человеческие, соединенные в одном лице, в одной ипостаси. И вот это лицо, эту ипостась, лик или личность Христа, а не его отдельно человеческую божественную природу представляет икона. Хотя понятно, божество Христа неописуемо и неизобразимо, его человечество описуемо и изобразимо, но это все-таки не отдельное изображение его природы человеческой, потому что вообще всякий образ воспроизводит не природу, а является образом личности. Вот аргументация Иоанна Дамаскина. Ну и затем о характере почитания. Почитания, которые относятся к образу, переходят к первообразу. То есть чтим мы через образ, через икону Христа, того, кто является самим Господом Иисусом Христом. Так же, как и почитая иконы Божьей Матери, мы почитаем не сам по себе этот образ, а мы почитаем в этом образе самую Божию Матерь, и мы почитаем самых святых, когда чтим их священные изображения. Таково учение Иоанна Дамаскина. И понятно, что это почитание наше никоим образом не относится к веществу, к краскам, к материи, ни к доске, ни к камешкам, из которых выкладывают мозаику, ни к краскам. Оно относится через образ к самому первообразу. И еще одно уточнение. Почитание икон – это тут, конечно, нужно как-то различать греческие слова. Это именно почитание, а не служение латрия, которое уместно только по отношению к Господу Богу, но не к святым и не по отношению к иконам. Таким образом, Иоанн ставил границу богословски обоснованного разумного почитания икон, чтобы оно не переходило в такие крайние выражения, за которым уже и в самом деле открывается нечто соприкосновенное с идолопоклонством. Ситуация тогда складывалась так, что это навязанное императорской властью Львом и Сауром, затем Константином Капронимом, ересь иконоборческая не получило поддержки где бы то ни было за пределами собственно римской ромейской империи. То есть христиане, жившие не под властью императоров из династии Савров, отвергли иконоборчество. Это касается и западной церкви. К тому времени папы уже оказались вне зависимости от императоров. как раз это тогда происходило, начиная с короля франков Пепина Короткого. Он через папское благословение стал королем, потому что до тех пор он был мажордомом, правителем. Ну, как у нас примерно был Борис Годунов при царе Федориановича. Но там это уже у нас это был случай такой отдельный особый. А там это долгая история. Там уже сто лет короли не правили. Ленивые короли. Длинноволосые их называли короли. Они длинный волос носили. Но это священный род мировингов. Поэтому рука не подымалась на их низложение. А уже править они отвыкли. За них правили вот эти мажордомы. Пепин короткий дерзнул обратиться к папе. А не будет ли разумно отстранить короля, который не правит? И править все-таки тому, и быть королем тому, кто правит. И папа тогда ответил, ну конечно это будет разумно. По-моему это был Стефан. Ну и папа искал империи. Тогда еще Рим был в пределах империи. В Италии всюду были владения Римской империей. То есть той, которая была уже в Константинополе, а не в Риме. Рим это уже дальняя провинция Римской империи. Как ни парадоксально это звучит, империя римская, а Рим это ее владение империей на ее окраинах. Но против лангобардов не имели возможности императора помочь. А Пипин Короткий со своими франками какой-то очередной натиск лангобардов и очередную их агрессию отбил и взял под контроль Рим и подарил его так сказать не в собственность и не в полное владение, но в некое все-таки в отчину именно папам. С тех пор и появилась так называемая патримония Святого Петра, как это названо было в Риме, и собственно начало папского государства. Оттуда, от тех времен начинается вот то государство, которое сейчас принято называть ну так в просторечии Ватиканом, а официально Святой Престол. Вот. Так вот, значит, папа Адриан тогда выступил с критикой иконоборчества, поддержал почитание икон. Восточные патриархи, в собственном смысле восточные, помимо Константинопольского, неконстантинопольские, Александрийские, антиохийские, Иерусалимские, все высказались в поддержку почитания икон. Так что очевидно было, что вот это иконоборчество было церкви, в самой империи навязано властью императорской. И вот когда умер Константин Капроним, его прозвище имеет такое полускандальное или скандальное происхождение, хотя некоторые исследователи этимологию специфическую его прозвище Капроним ставят под вопрос, находят какие-то другие причины, отчего он такое имел прозвище. Так вот, когда он умер, престол перешел к его сыну, которого звали Лев Хазар. Если я правильно помню, он по материнской линии имел происхождение хазарское. Ну и Лев Хазар умер вскоре, по-моему, он правил лет пять, от 75-го до 80-го года. И тогда, ввиду малолетства его сына и наследника Константина, править в стране стала Ирина, вдова Льва Хазара. А она потихонечку, ну, все-таки на это император муж смотрел сквозь пальцы. Он был иконоборцем, но не ревностным, Лев Хазар. Ну так, как бы продолжал по инерции иконоборческую линию гнуть, но никакой в этом ревности никакого пыла не проявлял. И смотрел сквозь пальцы на то, что в его дворце, как ему доносили, его супруга употребляет в качестве игрушек некоторого рода иконы. Ну, понятно, что для нее они были не игрушки, но и так обозначали. Ну, может быть, чтобы смягчить, потому что в стране, где почитание икон запрещено, карается, императрица эти иконы прячет, держит. Это уже совсем грозный донос против нее. А вот она что-то там чем-то балуется, во что-то играет, ну, это помягче выглядит. Поэтому вот так это до него доводилось, но он отмахивался. Ну, играет и играет, игрушки так игрушки. Но когда она сама стала править, она как раз дело довела до победы иконопочитателей. она была правительницей решительной, мудрой, умной, способной к действиям незаурядным. Кстати, подписывала она императорские указы не императрица, как можно было бы предположить, а император Ирина. Потому что тогда не было вообще такого понятия императрица. Августами называли супругу, жены обыкновенные. Это могла быть и жена, и мать. Это был титул, высший титул для женщин Августа. Императоры тоже были августами. А вот слово императрица просто не существовало. Но она подписывала свои акты император Ирина. Ну, может быть, вы знаете, стремясь по соображениям и даже церковным, опасаясь за рецидив иконоборчества со стороны ее сына, который был все-таки внуком Константина Капронима, правнуком Льва и Савра, она отстранила его от власти, воспользовавшись его неопытностью. Вначале она правила, потому что он был ребенок, а потом он вырос, но она не допустила его до реального участия во власти. И это значило, он был ослеплен. И потом он, в общем, погиб, похоже, не без ее на то санкции. Субтитры создавал DimaTorzok